Я так рад быть здесь, в Доме Божьем. Даже можно сказать просто дома. Потому что однажды Господь мне сказал, однажды Господь мне сказал, когда Он вел меня, я еще был в другой церкви, но я был надобен Господу. Я спрашивал, а куда мне идти? А Господь сказал, здесь. Это Он мне очень ясно сказал. И с того момента я стал членом нашей церкви. Прошло немало времени, но я так благодарен Господу, что Он направил меня сюда, в эту церковь, где потоки живой воды. Аллилуйя! Потоки живой воды. И я так благодарен Богу за наших пасторов, пастор Алексея и Ольгу. для меня честь сегодня делиться своей верой с Вами. Я знаю, что каждый из нас имеет веру. Каждый из нас имеет опыт, и каждый из нас имеет свидетельство. Аминь. И когда мы делимся своей верой, когда мы открываем свое сердце, когда мы свидетельствуем, мы отдаем хвалу и честь Богу. Мы говорим, слава Богу, что я пришел к Богу. Слава Богу, что у меня есть семья, дети, работа и много всяких чудес. И даже несмотря на всякие трудности, которые мы испытываем в жизни, все равно Бог нас проводит через эту жизнь. Аминь. Он нас проводит. Он нас учит. И мы знаем, что с ним мы никогда не проиграем. Ты знаешь об этом? Что ты никогда не проиграешь. Даже если ты первый раунд проиграл, второй раунд проиграл, и третий раунд проиграл, и четвертый, и пятый. И неважно какой еще, может даже пятнадцатый. Но следующий раунд ты выиграешь. Лишь по одной причине. Иисус в тебе. А тот, кто в нас, он больше того, кто в мире. Аминь. Наша задача держаться за Божье Слово. Божье Слово выведет нас. Неважно, в какую проблему мы попали. Неважно, в какую яму мы угодим. Потому что враг, он никогда не дремлет. Он ищет, как нас обокрасть, как нас погубить. Аминь. Но Бог посылает свое Слово. И Давид говорит, его Слово, это светило для нашей ноги. Аминь. Иисус говорит, кто следует за мной, тот не будет блуждать в тьме, в потемках. Он будет во свете. Аминь. А там, где свет светит, там тьма отступает. Такие законы. Тот же самый закон, как в материальном мире, физическом мире, так и в духовном. Если на улице солнце, а ты сидишь в темной комнате с закрытыми шторами, если ты откроешь шторы, то не тьма выйдет наружу, а свет хлынет вовнутрь. И свет светит, Слово говорит, и тьма отступает. Аминь. Поэтому мы здесь сегодня, на правильном месте. В доме Божьем всегда свет проливается. Да, просто тебе не надо закрываться только от него. Надо открыться, да? Аллилуйя. Он будет проливаться. Здесь мы для того, чтобы учиться верить, мне нравится такое выражение в Библии. Мы учимся верить. Мы учимся. И когда мы с Иисусом собираем, мы тогда не расточаем. Аминь. Так что у нас сегодня тема про финансы. Сегодня финансовая река. Кто об этом знает? Аллилуйя. И может ты уже думаешь, сколько можно про эти финансы. Уже слышали, слыхали. Но человек, он склонен забыть. Забывать кое-что. Поэтому Дух Святой напоминает. Знаете, что Дух Святой послан, одна из его предназначений, Духа Святого, напомнит, о чем Иисус говорил. Помните? Иисус сказал, я вас не оставлю сиротами. Когда я уйду, я вам пришлю Духа Святого. Он напомнит обо всем, о чем я вам говорил. Это первая задача. И он также будет провещевать то, что он слышит отца с сыном разговаривающего. Да? Он напоминает нам Слово Божие. Аллилуйя. Аминь. Тима проповеди моя называется «Трудящийся достойен награды». Трудящийся достойен награды. Господь хочет учить нас об истине. И финансы это очень важно. Пока мы живем на земле, финансы очень важны. Даже если тебе кажется, что они не важны, они очень важны. И Господь хочет, чтобы ты не был невежествен в этой сфере. Потому что Библия говорит, что из-за недостатка ведения погибает мой народ. Да? Из-за недостатка ведения погибает народ и в финансах, или браки разваливаются, потому что недостатка ведения, недостатка истины. Аминь. Вера рождается, когда мы слышим Божье Слово. Божье Слово истина. И когда мы слышим Божье Слово в финансах, у нас рождается вера, правильное понимание. И тогда мы знаем, как делать, как поступать, как зарабатывать деньги и как их тратить. Я даже думаю, что тратить деньги намного ответственнее, чем зарабатывать. Вы это не заметили? Как будто зарабатываешь, как будто зарабатываешь, есть деньги, приходят, приходят и уходят. А куда уходят, не ясно. Приходят, так ясно как? Ты знаешь, сколько работаешь, каждый час читаешь. И сверх нормы никто так охотно не работает. Правильно? Если 8 часов на работе, ты работаешь 8 часов, еще там можно 9-10 час. Ну, а как там? Там уже тариф другой. Мы считаем, когда деньги уходят, как-то вот так вот, как-то, не замечаешь. Но когда приходит Божье Слово, тогда мы замечаем, мы понимаем, кто нас обкрадывает и куда это исчижает. Так что нам нужно познавать истину. Иисус сказал, вы познаете истину и истина сделает вас свободными. Поэтому, если ты чувствуешь себя недостаточно свободным в финансах, недостаточно свободным по отношению к деньгам, потому что корень всех зол, Библия говорит, это сероблолюбие. Это просто, когда ты очень сильно любишь деньги, больше всего любишь деньги, тогда много проблем зарождается. И когда мы познаем истину, истина нас освобождает. Нам обязательно нужна свобода. Амин? Обязательно нужна свобода, чтобы мы не были чрезмерно расточивыми и чтобы мы не были чрезмерно как это называется, как это зажимают себе деньги. Скупыми, да. Скупыми. Мне нравится, когда Мадабуга говорит, мне не нравятся скупые люди. Я знаю, что никому не нравится. Поэтому в скупость все очень прячут. Глубоко в сердце, если она там таится. Но тебе не надо прятать, если там где-то скупость какая-то кроется. Скупость, она всегда очень близко дружит с страхом. Страхом. Быть неуверенным. А страх это всегда говорит о том, что есть маловерие. Амин? Вы помните? Иисус поплыл с учениками на лодке, и они были в страхе, и не переживали. Иисус сказал, чего вы таки боитесь чего? Что с вами? Они думали, что вот сейчас не взяли хлеба, сейчас не будут покушать, опять будут проблемы какие-то. Иисус говорит, ну когда были со мной проблемы? Когда были со мной проблемы? Никогда. Так что нам надо познать истину от Бога, и истина нас освободит. Амин. Вот почему так важно быть в церкви и постоянно слушать Божье Слово. Постоянно слушать Божье Слово. Потому что истинный, свободу приносит только Божье Слово. Мы очень много слышали, особенно в последнее время, о финансовом независимости. Правда? Или никто не слышал об этом? Только вы. Ну, очень популярная фраза. Финансовая независимость. Финансовая независимость. И как бы, и многие, подвязались к этому и стремились к этому финансовому независимости. Но на самом деле финансовая независимость дает только Божье Слово. Амин. Только Божье Слово. Потому что когда мы смотрим стратегию финансовой независимости, мне это как-то всегда напоминает вот как этот, помните, этот успешный бизнесмен, у которого там значит, был большой урожай. Помните? И он говорит, что сейчас делаю? Начал часа требовать, что сейчас делать, что сейчас делать? Надо сейчас сделать побольше этой вот житницы и все там вот, весь урожай там свалить и потом вот, и потом вот, вот просто так отдыхать. И Бог говорит, ты просто глупый, глупый человек. Почему он глупый человек? Потому что он не знал, что с этим делать. Бог говорит, вот я в эту ночь приду и заберу твою душу. Кому это все останется? И он не знал ответа. Он не знал ответа. Дело не в проблеме в большом богатстве, а проблема в том, что мы не знаем, что с ними делать. Я не знаю, как у вас, но у нас в Литве вот это лото, вот эти игры, они очень популярны. У вас тоже, наверное, да? И люди играют, покупают кено лото, там всякие, выигрывают. и статистика такая, это просто статистика, что 9 из 10, которые выигрывают какие-то солидные суммы, суммы, с которыми можно начать даже какой-то бизнес делать, они когда выиграют, они расточают эти деньги. То есть у них не то, что этих денег не остается в течение года, они влезают еще в проблемы поглубже. Я уже не говорю о тех фактах, там, значит, один или несколько из них, они просто просто умерли. Ну, то есть их убили, потому что они не хотели одолжить денег. То есть они не умели управлять этим богатством. Понимаете? Потому что богатство надо уметь еще управлять, надо иметь мозги соответствующие и надо уметь способности соответствующие. Как я помню, я еще учился на библейской школе в Риге, и одна сестра говорит, я молюсь, чтобы Бог мне дал миллион. Я говорю, классно, но сначала надо помолиться, чтобы Бог дал мозги, ну, хотя бы на пару миллионов, чтобы ты этот миллион мог вместить. Понимаете? Вот если компьютер, у него сколько там гигабайтов, да? У него вместительность, конечно. Если ты попробуешь там вместить больше, неже он может, он не сможет это вместить. Так же самое, если у человека емкость, то есть, ну, способность, мышления, управлять только там 10 тысяч, допустим, лад, ну, как ему миллион дать? Все, это его погубит. Вот почему Бог иногда не спешит исполнять наши желания и отвечать на наши молитвы. И поэтому очень полезно молиться всегда на языках. Это 100% будет по Божьей воле. Амэн! Когда ты молишься на языках, Дух Святой говорит, Господь, сначала помяни его сердце, избавь его от жадности, избавь его. Знаете, этот анекдот про жадность? Когда человек пришел в аптеку, говорит, доктор, у вас есть таблетки от жадности? Ну, да, говорит, тогда дайте мне, пожалуйста, одну, две, не, не, что, побольше, побольше, побольше. Это не спасет нас. Давайте откроем Слово Божие. Экклезиаст 5.9. Почитаем Слово Божие. Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того, и это суета. Вот что говорит Слово Божие. Нам надо истину любить больше, нежели деньги и серебро. Амин. Потому что кто любит серебро, тот не насытится серебром. Это похоже, когда собака гоняется за своим хвостом. Это всегда смешно, да, выглядит. Я сколько видел в детстве, это всегда поднимает настроение. понимаете, хвост, он же должен следовать за нами, а не мы за хвостом. И вот, когда собака, она гоняется за хвостом, это очень смешно. Во-первых, ну хорошо, но он догонит этот хвост, ну что дальше? укусит один раз. Но ходить по жизни же надо нормально по сути. Поэтому это выражение, когда говорит, как ты живешь, как белка в колесе, кручусь. Господь хочет всякие клетки открыть и выпустить. Он сегодня хочет тебе дать свободу. Есть выход из любого положения. Если тебе даже кажется, что нет выхода, если ты просто в проблемах, или ты просто очень сильно загружен всякими делами, Библия говорит, не старайся не не я извиняюсь, я открою. Притча 23.4 Притча 23.4 Не заботиться о том, чтобы нажить богатство, остав такие мысли твои. Но в литовском переводе это говорится, что не перестарайся, то есть не перестарайся, когда ты зарабатываешь деньги. И в народе говорят, всех денег не заработаешь. Правда? Всех денег не заработаешь. Есть такая очень болезненная истина. Первых 40 лет человек тратит для того, чтобы зарабатывать деньги, копить их, для того, чтобы потом другие 40 лет тратить для того, чтобы восстанавливать здоровье, которое он потратил тогда, когда зарабатывал эти деньги. И это тоже суета и бессмыслица. Амин. Господь нас научает и хочет, чтобы мы утвердились в истине. Когда Павел говорит, я научился жить и в изобилии, и в скудости. Я думаю, что каждый из нас, он позавидовал бы Павлу, который мог жить во всяких условиях. Амин. Именно такой должен быть Божий человек. Вернемся к Экклезиасту 5. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того. И дальше говорит, умножается имущество, умножаются и потребляющие его. Кто это заметил? Когда эти денег становятся побольше, побольше, тогда и друзей, ну, в кавычках, становится больше и больше. Тогда у тебя заботы. Тебе намного чаще звонят и говорят, слушай, может ты тебе есть отложить? И ты не можешь не отложить, потому что Библия говорит, не отворачивай спины тому, кто тебя просит помощи. И это опять тебя обременяет. Правда? Вы это заметили? Или это только я один? Это тоже тебя обременяет. То, что приходит в твою жизнь, это и паригоя, как это сказать, это обязует тебя. Ты обязан. Все, что всякие знания и также богатства. Что приходит в твою жизнь, это обязывает тебя. Ты обязан. Ты не можешь сказать, нет, я не обязан. Да, ты обязан. Потому что слово так говорит Божье. Амин. Вы помните, там очень много указаний есть, когда Моисей давал закон Божьему народу. Там много указаний, что когда если брат будет прошить, одолжить, да, ты должен, на 7 лет. И не смотри, что осталось еще год до седьмого года. Потому что это трудно. Но я верю, что с Господом это возможно. Амин. И все бизнесмены сказали Амин. Нет, Бог не против богатства, но Бог против суеты. И Бог ненавидит ложь. И Он не хочет, чтобы мы жили в иллюзиях. Неважно, или ты простой рабочий, или ты трудящийся, или ты бизнесмен, какая у тебя должность, это нету важности. Главное, Бога всегда интересовал и интересует твое сердце и состояние твоего сердца. Амин. У человека может быть вообще в кошельке один цент, но он жадный-жадный. И поэтому только один цент. Ведь революцию сделали кто? Вот такие жадные швондеры. которые сказали, давайте все отнимем от богатых и отнимем все нищим, чтобы все стали нищие, как мы. Потому что зависть, жаба душит нас. Мы не можем спокойно спать. но Господь хочет, чтобы и бедные, и богатые жили в мире. Писание говорит, Бог сотворил богатого и бедного. Амин. И поэтому я верю, что в Господе и богатым, и бедным можно жить в радости в мире, в покое. Амин. Так что посмотрим дальше, что говорит Божье Слово? Умножается имущество, умножается потребляющий его. И какое благо для владеющей им, разве только смотреть своими глазами. Вы видите? Это очень важно. Кто-то сейчас получает освобождение от иллюзии. А если я был бы богатый? А если я был богатый? Что тогда? Ты сейчас богатый? Ты сейчас богатый своей вере? Богатство не размеряется толщиной кошелька. Мы потом подойдем к другой притче. Богатство и мне нравится это выражение. Лучше быть богатым, нежели иметь много денег. Понимаете? Потому что если дать глупому миллион, он на весь миллион покажет, какая его глупость. То есть он это выразит, покажет, да. Он накупит всякие ерунды, просто растратит налево-направо. Если мудрому дать миллион, тогда мудро справиться через весь этот миллион. Вы понимаете, что деньги, они просто исполняют наши желания. Каждый из нас имеет свои желания, каждый из нас имеет свои стремления. И только Бог знает, какие там у нас желания и стремления. я помню, когда на библейской школе пастор Алексей рассказывал такую грустную историю, когда в газету обратился один человек, и название этой статьи я сейчас не помню, но по-моему она была «Помогите кто-нибудь». То есть это там ситуация такая, что этот человек был рабочим, работал на стройке, был нормальный человек, как мы. Но однажды он в лото выиграл большую сумму денег, много тысяч долларов, много. И он в первую очередь что сделал? Он пошел в ближайший ресторан и заказал все блюда, которые только были. И съел. Он ел весь день, конечно, но съел. Дальше, конечно, там денег было столько много, что за один день, за два дня нельзя было съесть. Это были, по-моему, сотни тысяч долларов. Он купил видеотеку. То есть он решил все-таки надо же позаботиться о завтрашнем дне, как я на стройке сейчас уже не смогу работать. Куда еще буду кирпичи поднимать? Я сам еле себя могу поднять. И он тогда купил видеотеку, говорю, я буду давать в прокат кассеты, и будет прибыль, и я дальше смогу просто кушать и ничего не делать. И он вот ел. И все, которые посещали эту видеотеку, мы никогда не видели его, чтобы он не кушал. Он всегда кушал, ел, 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 ел. И в конечном итоге он весил 400 килограмм или сколько. И вот эта статья уже кто-нибудь помогите, потому что он уже обращался к медикам, никто не может помочь. Он просто лежит на кровати говорит о том, что у него внутри были вот эти желания, как обжорство, дух обжорства, понимаете? И когда пришли эти деньги, пришли возможности. Какие деньги? Вот говорят, деньги, нечистые деньги или там чистые деньги. Нет, такие в твоих руках, какой ты. Деньги такие в твоих руках, какой ты сам, понимаешь? Они просто исполняют, они способны исполнить твои желания, они способны исполнять твои мечты, в своем сердце. Амин. Поэтому, когда вы попали деньги в руки этого человека, он начал исполнять свои желания. Блудник, если ему попадают деньги, что он делает? Он просто идет в этот, публичный дом. Наркоман, если ему попадают деньги, что он делает? Он исполняет свои желания. Деньги помогают исполнить желания. Он просто идет покупать наркотики. Поэтому это очень важно понять, что прежде всего важно, какие твои желания. А Слово Божие говорит, что Господь наполняет, насыщает наши сердца благими желаниями. Амин. Поэтому мы должны больше заботиться о своем сердце, не жалеть деньгах. Потому что, если это правильная идея, деньги придут. Все бизнесмены знают, если хороший бизнес-план, деньги найти не видимо проблема. Если хороший бизнес-план, и ты отнесешь в банк, и будешь сказать, что мне нужен партнер, у меня только финансов не хватает. но вот идея, вот план бизнеса, вот такая прибыль, вот такие вот расчеты. Умный человек, он посмотрит, специалисты не оценят, это не проблема. Так же сами и с Богом. Потому что Бог тоже хороший бизнесмен, и он хорошо в всем разбирается. Он знает, это погубит тебя, или это спорит. Что это принесет вообще для других, для окружающих? Какая с этого польза? Амин. Дальше почитаем, 11 стих. Сладок сон трудящегося. Мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Так что, хотя Соломон был богатый человек, мы знаем, да, и мудрый человек, он тут постоянно говорит, и говорит о том, что есть все-таки утешение и благословение, когда ты не богатый. Я не говорю, что нищий, но не богатый. Потому что, очень если внимательно читать, сладок сон трудящегося. Сладок сон трудящегося. Я хочу, чтобы ты подчеркнул это слово. Трудящегося. Не суетящегося. Потому что есть суетящий, который суетится, тоже ничего не имеет, ничего там сладкого нет в этом. Но сладок сон трудящего, мало ли много он съест. То есть, есть благословение в том, когда ты живешь свою жизнь, когда ты не завидуешь ближнему. Почему мы иногда попадаем вот такие, в долги попадаем, попадаем такие, какие-то уклюжие такие ситуации, где просто потом надо многих годах может это выравнивать там и работать, заканчивать эту работу. Всякие такие проблемы, почему иногда из-за зависти. Вот там брат на джипе ездит. Мне тоже хочется. Хочется и колется. Хочется и колется. И все-таки решился. любым способом купить этот джип и на свою бедную голову взял там кредит. И вот так же кредит, глаза на лоб вылезают. Не может уснуть. Зачем я взял этот кредит? Бывает такое, да? Бывает. Но не поздно еще. Господь может тебя спасти, освободить. поэтому сладок сон трудящегося говорит в Соломон. Мало ли много он здесь ест. Но пресещение богатого не дает ему уснуть. То есть он все время говорит, что мы так легко своей свободы не отдали бы. Амин. Бог заботится о каждом и знает. Чтобы мы не стали рабами своих желаний. Или как это сказать уж гейдос. Это брат со мной приехал Руслана. Поприветствуем. Он у меня главный ашер. Очень классный брат. Но он не литой, поэтому ему тоже не так легко. То есть такие нежелания, такие похоти. Да? Похоти. Вдруг захотелось вдруг. Знаете, есть надо, а есть вот хочется. Моя жена говорит, моя мама всегда говорила, если хочется, просто вот так ногами постучи и пройдет. Вам так не говорили, мамы? Если хочешь, так ногами постучи и пройдет. Чтобы мы не попали всякие ловушки дьявола. потому что это рабство, когда ты просто связан долгами. Это большое рабство. 12 стих. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владелем, его вовредь ему. это тоже истинно. Когда человек собирает богатство, он делает бизнес или какое-то дело взялся, которое вредит ему самому. Он теряет семью, он теряет взаимоотношения с твоими детьми, он теряет мир. ему некогда в Божий дом прийти. И самое главное становится второстепенным. Нету времени в Божий дом идти. Просто надо постоянно крутить бизнес, крутить бизнес, крутить бизнес. Я понимаю, что бывают периоды такие, когда ты просто работаешь круглосуточно. Да, бывает. Это нормально. Потому что, когда Иисус трудился на земле, он тоже, можно сказать, круглосуточно. у него не было покоя. Мы читаем это в Библии. Они даже не имели времени покушать. Но для этого он готовился 30 лет. Понимаете? Есть периоды. Но когда вся жизнь твоя такая, это ненормально. И у меня сейчас такой период. Вот сейчас у нас палатка была, и служения были. Каждый вечер. И при этом я готовлюсь. Сейчас очень большая постановка одной оперы. И я сразу подписывал контракт, сказал, ну хорошо, надо компромисс сделать, что я только буду по утрам на репетициях, а вечером в палатке. У меня такой график вот этой недели. А в субботу вчера два служения. Плюс еще перевожу Дмитрия Макаренко, он приехал к нам проводить это служение. Ты очень занят, ты встаешь каждый утро, едешь на репетицию, там потом другая репетиция, потому что параллельно идет еще одни репетиции для большого концерта, который будет 21 дня, Verdi Requiem. И вот это очень много отнимает сил, очень отнимает сил, но это не должно так постоянно продолжаться. Есть какой-то период, когда ты много вкладываешь себя в эту область своей жизни. Также когда я помню, когда я женился тоже, я весь в этом был, ну как, мы готовили свадьбе с Линочкой, мы ездили, заказывали все, конечно, основное время на это уходило, но нельзя ну так вот всю жизнь, поэтому Библия говорит, кто имеет жену, живите, как будто не имейте. Да, это правда, потому что нельзя, вот бывает, вот бывает брат, сестра ходит в церковь, служит, 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 только женились, все, палатка сейчас, надо евангелизировать, людей спасать, слава Богу, нас спасли, спаслось около 100 людей за 4 служения, кто будет делать Божью работу, кто будет трудиться, кто будет трудиться на Божьей Ниве, это очень тоже важно, мы должны понимать, что мы награду получаем от того, кому мы служим, ты не можешь работать в банке, а зарплату приходить в оперный театр взять или наоборот, я в оперном театре пою, потом прихожу в банк, но нет у вас в наших списках, и так же тут, если ты не трудишь, ты не служишь Господу, а ты как бы, ну, а как награды, а награды нет, только благодать, это бесплатно, а награда только для тех, кто трудится, поэтому тебе надо все пересмотреть, кому ты служишь, кто твой хозяин, кому ты угождаешь, то тебе отдают награду, то тебе платят зарплату, амин, ученики, они следуют за Иисусом, они просто, ну, как бы следуем за Иисусом, но там еще на базаре, там еще торгуют, сушеную рыбу продает Петр, каждые выходные, и там, ну, семью надо кормить, такого не было, они следовали за Иисусом, они полностью отдали ему, поэтому мы должны смотреть, как мы угождаем Богу, и вот этим молодожим, говорю, они недавно женились, месяц назад, говорю, а где вы пропадаете, но иногда, говорю, на служениях быть, у них то там, то работа, то семья, значит, то там опять куда-то, какой-то пикник уезжает, кто будет евангелизировать, кто будет людей приглашать, и вообще, классные были вообще служения, если одним словом, вчера произошли буквально, ну, очевидные чудеса, вы знаете, бывают когда сомнительные чудеса такие, ну, когда пока не проверил человек, не ясно, а бывают такие просто вот явные чудеса, просто вот мгновенные явные чудеса, то есть вчера служения были два, одно в Коунасе в 14 часов, и в 18.00 в Вильнюсе, мы поехали с Димой, значит, в Коунас, и вот служение, обыкновенное служение, Авидюс там свидетельствовал, спел пару песен, вот, и дальше Дима проповедовал Макаренко про небеса, вот мы проповедуем, он проповедует, я перевожу его, вот, потом он выводит, приглашает на покаяние, и одна женщина так сидела во втором ряду впереди, и у нее вот такие глаза в конце служения стали такие, вот такие, она такая, вот такая, и она говорит, а можно мне засвидетельствовать? Дима говорит, да, пожалуйста, зрительство, вы представляете, я вот, я вот сижу на, я вообще не слышала, говорит, вот этим вот ухом, да, а вот этим чуть-чуть слышала, и вдруг в середине проповеди мне кто-то усилил звук, я начинаю слышать, представляете, и он проверяет, вот это ухо, которое никогда не слышало, она начала слышать, но самое интересное, что эта женщина, она просто с улицы, просто с улицы, вот буквально ей до служения, две минуты до служения кто-то дал флайеры, и она посмотрела, а мы такие флайеры сделали, такие хитрые, овидиус я, мои фотки, мы участвуем, ну, как там было, потому что служение в четырех городах, и в Алитусе, в Вильнюсе, в Поневежесе сегодня еще вечером будет, и поэтому в одних условиях я пою, участвую сидя в других, овидиус, ну, а мы сделали общий флайер, говорит, о, знакомые люди, надо зайти посмотреть, и она зашла буквально, так вообще, говорит, я ничего не знала, ничего даже не знала, ничего не ожидала, и вдруг вот такое чудо, потом вечером приехали в Вильнюс, там вообще, ну, там пришло на покаяние где-то, людей 15, наверное, вышло на покаяние, и, когда вот, и Дмитрий, он свидетельствовал о этом чуде, который был в Коунасе, и вышли люди на покаяние, и один мужик, он такой, слушайте, а можно, я тоже вот не слышу, можно за меня помолить, Бог может мне тоже ухо открыть, а? Хорошо, хорошо, сейчас помолимся, спокойно стой. Ну, все помолились, молитва покаяния, это очевидно, да, да, и потом говорит, ну, а сейчас вот помолитесь же, Дмитрий говорит, хорошо, заходи тут на сцену, он зашел на сцену, он закрывает ухо ему, молится, Господь, открой ему ухо, я связываю дух глухой, и, значит, значит, оттягивает свой палец, своего уха, и у него вдруг такие глаза, вот такие, я слышу, слышу, он пять лет этим ухом не слышал, я сейчас не помню, левым или правым, человек, который первый раз в жизни пришел на такое служение, никогда не был, то есть, ну, не подкупной, знаете, как бывает, знаете, как бывает, Дима рассказывал, что один, один, в каком-то городе, один инвалид на коляске, он думал, что все подкупные, да, это ерунда, все подкупные, и как-то там случилось, что он попал на это служение, и вдруг, значит, у него был ампутирован, она на нога, и через несколько недель собирается вторую ногу ампутировать, потому что она была мертвая, вообще ничего не чувствовал, и вдруг, говорит, в середине служения начинает кричать, я не подкупной, я не подкупной, Дима говорит, замолчи, Ашера, пожалуйста, пусть он молкнет, и опять, я не подкупной, я не подкупной, он так кричал, кричал, но потом на покаяние уже всех вызвал, значит, уже все покаялись, помолились, молитвы покаяния, и потом он спрашивает ему, мужик, Слушай, а что ты все от собрания орал, не подкупной? Ну, вот это я рассказывал всю историю. Я думал, что у вас все подкупные. То есть, ну, вы на это деньги делаете. Плодите кому-то, скажут, что ты вот там мраком блялась, сейчас исцелился. И вот, ну, таким образом, значит, обольщаете всех людей. И я приехал, вот эта нога, говорит, она, я никогда не чувствовал. Ну, то есть, не чувствовал ее после травмы. А сейчас вдруг она в середине служения, она ожила. Я начал ее не только чувствовать, двигаться этой ногой. Вот, и поэтому я начал кричать. Нет, не подкупной, не подкупной. Вот этот мужик, который, который ухо ему открылось, говорит, я, он не подкупной, говорит, да, на самом деле. Говорит, первый раз пришел, и вот ясно начал слышать. Это большое чудо. Он пять лет не мог этим ухом слышать. Давайте Богу воздадим славу. Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте вернемся к Писанию. Деньги нужны всем, согласитесь. Особенно в кризис. Аминь? Но нам очень важно знать, какими путями к нам приходят деньги. Для чего они приходят? Чтобы мы не были бы обольщены. Помните, когда Иисус говорит о сеятеле, который сеял семена, да? И он говорит о одной почве, где зерна попали в терни. И терния, это символизирует вот эти заботы наши и обольщение богатством. И Бог не хочет, чтобы мы обольщались богатством. Нам нужна истина, чтобы мы знали, как ими распоряжаться. Тринадцатый стих. И гибнет богатство, это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит. Каким пришел и ничего не возьмет от труда своего. Что мог бы он понести в руке своей? И этот тяжкий недуг, каким пришел им, он таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? А он во все дни свои ел в потемках, в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. Вы видите, какая грустная картина. То есть, Слово Божие показывает правильный путь и неправильный путь. И если мы будем гнаться всю жизнь за богатство, мы просто растеряем. И не только богатство, мы просто растеряем всю нашу жизнь, все наши дни, все наши ресурсы. И мы не достигнем цели, мы не исполним наше предназначение. Мы должны понимать, что для каждого из нас существует предназначение. И в этом нет никакого недостатка. Я знаю, что если каждый в своем предназначении, и он не будет испытывать никакого недостатка. Знаете, я певец. И, конечно, какое-то время заняло, чтобы этот талант отшлифовывать. Я дальше его продолжаю. Но когда ты отшлифовал, когда ты пустил свой талант в оборот, ты никогда не будешь в недостатке. Амин! Потому что трудящийся всегда достоин своей награды. Амин! Какой твой труд, такая твоя награда. Амин! Или можно наоборот поставить слова. Какая твоя награда, такой твой труд. Почему такая маленькая награда? Потому что труд такой. Амин! И 17-й говорит, вот еще что я нашел, доброго, приятного. А то все только вот о недобром. А сейчас о добром скажем. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими, кто трудится под солнцем, во все дни жизни своей, которые дал ему Бог. Потому что это его доля. Амин! Вот это благословенная жизнь. Благословенная жизнь. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих. Амин! Я помню, когда я первый раз в жизни спел спектакль. Я был еще студентом третьего курса. И я получил гонорар первый свой. Это было 40 лит. И это на латы перевести. 8 лат. 8 лат. Но наслаждение было, ну не знаю, ну не знаю, сколько я сегодня должен был гонорар мой, чтобы я так насладился от этих 8 лат. Это для меня было, ну какое-то, не знаю, это было так классно, что я заработал. Не просто так. Это я вот трудился, я готовился к этому спектаклю. Я спел, я получил 8 лат. Но это было почти столько, что я получаю за месяц стипендию. Понимаете? Это не так, уж было очень мало. И я был очень рад. И это радость от Господа. Амин! Когда ты делаешь свое дело, и ты получаешь свой ожидаемый результат, это всегда переносит тебе наслаждение. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Вы слышите? Бог не против богатства. Бог не против того, чтобы бизнесмены процветали. Нет! Ни в коем случае. И поэтому Божье Слово говорит, и дал ему власть пользоваться от них. Вы слышите? Дал власть пользоваться от них. И брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих. Это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни. Поэтому Бог и вознаграждает его радостью сердце его. Халилюя! Бог хочет, чтобы мы радылись во все дни нашей жизни. Чтобы мы наслаждались своей жизнью. Чтобы мы не были такими унылыми. И все больше и больше сгибались. Бог хочет, чтобы праведника стезя, она все время поднималась вверх. И поэтому Слово Божие говорит, что свет праведника, он светит все ярче и ярче. До совершенного света. Амин! Аллилуйя! Какой труд, такая награда. Давайте мы еще откроем еще одно местописание. Четвертое царство. Четвертое царство. Четвертый стих. Тут есть одна история. Четвертое царство. Правильно? Четвертое. Четвертое глава. Не верите? Четвертое царство. Четвертое. В один день пришел Елисей в Сунам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему, вот я знаю, что человек Божий, который приходит мимо, проходит мимо нас постоянно, святой, сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель и стол и седалище и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там и сказал Гезию, слуге своему, позови эту санамитянку. И позвал ее. И она стала пред ним и сказала ему, скажи ей, вот так ты заботишься о нас. Что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или военачальником? Она сказала, нет, среди своего народа я живу. И сказал он, что же сделать ей? И сказал Гези, да вот сына нет у нее, а муж ее стар. И сказал он, позови ее. Он позвал его, и стала она в дверях. И сказал он, через год, в это самое время, ты будешь держать на руках сына. И сказала она, нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. И женщина стала беременна и родилась сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. Аминь. То есть мы видим, что была богатая женщина и достаточно умная женщина, мудрая женщина. Она вздумала послужить святому человеку, пророку. И она начала, с мужем посоветовалась, сделать горницу ему. И вот они делали эту горницу. Они сделали горницу и позвали этого человека, ему понравилось. И он там всегда останавливался. И душа его раскрыла, чтобы благословить ее. О чем это говорит? Это говорит, мы знаем эту историю, да? Это говорит о том, что кому мы служим, тот нас и обогащает. Кому мы служим, для кого мы трудимся, тот и дает нам награду. И вот эта женщина, она послужила человеку святому. Он говорит, что тебе нужно? Может, я могу за тебя поговорить с царем или с начальником, с военачальником. Она никакой нужды не имела, но она не смогла избежать своей награды. Вы видите? Она говорит, нет, мне ничего не надо. но Гезис говорит, но сына у нее нет. Больше я никакого недостатка не видел. Если мы трудимся и стараемся угодить Господу, он обязательно знает и он обязательно позаботится, что все наши нужды были восполнены. Аминь? Он говорит, я не имею никакой нужды. Она даже забыла про эту нужду. Наверное, она эту мечту уже похоронила, но Господь, Он хочет исполнить наши мечты и обязательно Он постарается это сделать, как только мы исполняем и трудимся для царства. Аминь? Она сказала, нет, среди своего народа я живу. И тогда Гезис сказал, нет сына. И тогда эта женщина забеременела. Мы тогда знаем эту всю историю. Она родила сына, потом он заболел и умер. И когда Елисей он пришел, воскресил его. И потом в 8 главе, когда голод пришел в Израиль, вы помните, да? Когда голод пришел на землю, тогда он сказал этой женщине, возьми, можем открыть 8 главу. Это чуть дальше, да? Говорил Елисей женщине, сына, который воскресил он, и сказал, встань и пойди ты и твой дом и поживи там, где можешь жить, пожить, ибо призвал Господь голод, и он придет на сию землю на 7 лет. И встала эта женщина и следовала по слову человека Божьего. И пошла она и дом ее и жила в земле филистимской 7 лет. По прошествии 7 лет возвратилась эта женщина из земли филистимской и пришла просить царя о доме своем и о поле своем. Царь тогда разговаривал с Гези, слугой человека Божьего, и сказал, расскажи мне все замечательное, что сделал Элисей. И между тем, как он рассказывал царю, что тот воскресил умершего, женщина, которую сына воскресил он, просила царя о доме своем и о поле своем. и сказал Гези, господин мой, царь, это та самая женщина и тот самый сын ее, которого воскресил Элисей. И спросил царь у женщины, и она рассказала ему, и дал ей царь одного из придворных, сказав, возвратить ей все принадлежащее и все доходы с поля с того дня, как она оставила землю поныне. И пришел Элисей в Дамаск. И так далее. Значит, вот такая история. Женщина, она сделала добро для Божьего человека. Она сделала добро, и она устроила горницу. И мы видим, что эта награда, это не было только, что она получила сына. Эта награда даже не кончилась тем, что когда сын заболел и умер, его воскресил этот Божий человек, награда дальше ее продолжалась. И когда голод приближался к этой земле, Божий человек позаботился, чтобы она не страдала, а она могла время провести и пожить в другом месте. И это еще не закончилось. Когда она вернулась обратно, тогда именно в тот момент почему-то, ну, такие вот совпадения, хотя в жизни совпадения в Божьих глазах нету, это нам может только кажется совпадений. Она именно в тот момент пришла, когда царь разговорил Гези, и он рассказывал, какие чудеса и леси сделал. И вот пример как раз появился. Вот та самая женщина. И царь говорит, все, вернуть ее все имущество и весь, все доходы с поля с того дня, когда она оставила землю поныне. Вы видите, когда мы преследуем другие цели, то есть когда мы исполняем те желания, которые Бог вкладывает в наши сердца, а Слово Божие говорит, он дает нам и желание, и действие по своему благоволению, тогда это хвост за нами следует, и нам не надо гоняться за хвостом. Амин. Мне как певцу заботиться надо, как лучше спеть и исполнить какое-то произведение. Как актеру оперному мне надо заботиться как лучше исполнить свою роль, а награда следует за мной. Но если только я начинаю гоняться за своими деньгами, это бывают очень грустные истории. И я слышал и видел много мировых певцов, замечательных певцов, которые они уже очень молодыми певцами, они уже пели в самых-самых лучших оперных театрах мира, но кончина их была очень грустная. Они не могли после 10-15 лет нормально петь, потому что они повредили своему голосу, они повредили себе из-за денег, потому что им предлагали вот такой контракт и вот такой. И они перестарались, они перетрудились и повредили себе. Иисус говорит, что толку, если мы завоеваем весь мир, но повреждаем своей душе. Аминь. что толку с этого, что человек весь мир может завоевать, но повредить своей душе. Мы должны понимать, что венчается не начало, а конец. И венки славы, они даются не у старта, а у финиша. И поэтому очень важно, какими мы закончим нашу жизнь и наше путешествие. Аллилуйя. Давайте еще откроем одно местописание. И мы уже будем идти к концу. Луки 7. Вы получаете хоть сколько? Аминь. Хорошо, тогда я рад. А то я весь вспотев, что так жарко у вас. Тепло, хорошо. Говорит, теплота кости не ломает у нас в Литве. Луки 7 откройте. Со второго стиха. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему юдейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они придя к Иисусу просили его убедительно говоря, он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Иисус пошел с ними и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, не трудись Господь, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и я себя самого не почел достойным прийти к тебе. Но скажи слово и выздороветь слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя и подчинение воинов, говорю одному приди, идиот, другому приди, и приходит, и слуге моему сделай то и делает. Услышав сей Иисус удивился ему и обратившись сказал идущему за ним народу, сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Посланные возвратившись в дом нашли больного слугу выздоровевшим. Аминь. Вот такая история. Был сотник. Я когда сейчас рассматривал эти стихи из Евангелия, я просто восхищался этим сотником. Сотник, он был солдат римлян. И римляне, они брали налоги у израильцян. Они были как оккупанты. Это просто был офицер оккупирующий армии. Но этот сотник, он не хотел довольствоваться своим положением. Он решил делать добро. И что он сделал? Он построил синагогу. Он решил делать добро. Он решил со своими ненавистниками строить взаимоотношения. Амин. Вы знаете, что добрые дела, они могут сделать намного больше, нежели добрые слова. Потому что дела они тоже говорят. И даже есть такая пословица в народе, что не старайся, не говори много. Твои дела говорят громче тебя. И когда ты делаешь добро, как Иисус сказал, когда люди будут видеть твои добрые дела, они будут славить отца, который на небесах. И он построил им синагогу. То есть это синагога он построил, чтобы ему не надо было каждый день говорить что я уважаю. Как им знать что он их уважает? Ты оккупант. Как уважаешь? Ты налоги с нас дерешь. Он построил синагогу. И вот каждый день с утра до вечера говорила что я уважаю этот народ. Я люблю этот народ. И когда ему надо было помощь что он сделал? Он послал старичных Иисусу чтобы ему сказали я недостоин они сказали он достоин чтобы ты сделал для него это ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Аминь. И дальше смотрите когда Иисус к нему направился в жюти он опять прислал к нему друзей своих сказать не трудись Господь я недостоин что ты прийти в мой дом католики даже молитвы делали из этих слов они молятся Господь скажи только слово и моя душа выздоровеет я не знаю вас так молятся у нас такая молитва есть какое сильное свидетельство какая сильная история он даже он даже не хотел этой земной наград этой дешевой человеческой славы дешевой человеческой славы что все говорили вот он да я построил синагогу все должны знать все должны восхвалять меня он даже этого не хотел он сделал все он живет своей жизнью много из нас иногда в уныне если кто-то забывает спасибо сказать бывает такое забыл похлопать и все и твоя душа упала в пятки это неправильно зрелый человек не должен так реагировать зрелый человек он не должен питаться только от похвалы которые приходят со стороны я как божий человек я должен получать похвалу от господа и слово божье говорит что я рассматривал сам рассматривал бы свою работу свой труд свои дела сам хвалился перед собой домой возвращайся классно это сделал а не правда ли господь а хорошо я сделал да так учат божье слово ибо я не достоин чтобы ты пошел под кровь мой потому и себя самого не почел я достоин прийти к тебе но скажи слово и выздорове слуга мой понимаете этот человек правильно мыслил его вера большая поэтому была он говорит только слово скажи и все достаточно господь и это удивило иисуса и он получил свою награду он получил свою награду потому что он трудился когда строил эту синагогу аминь также еще есть история мы можем не открывать это из деяния 9 главы 34 стих тут говорится что Петр тут говорится что Петр был в такой в в лиде да 36 стих в Йопии находилась одна женщина именем Тавифа что значит серна она была исполня добрых дел и творила много мылостин случилось в те дни что она занемогла и умерла ее омыли и положили в горнице а как Лида была близ Йопии то ученики услышав что Петр находится там послали к нему двух человек просить чтобы он не замедлил прийти к ним Петр встав пошел с ними и когда он прибыл вели его в горницу и все вдовицы со слезами предстали пред ним показывая рубашки и платья какие делала серна живя с ними Петр выслал всех вон и преклонив колени помолился и обратившись к телу сказал Тавифа встань и она открыла глаза свои и увидев Петра села он подав поднял и призвав святых и вдовицы поставил ее перед ними живую аллилуйя вы видите что когда мы трудимся в истине этот труд это это наша работа она имеет большую награду Тавифа она даже из мертвых воскресла это ее добрые дела воскресили они просто они просто заставили этих женщин просить Петра чтобы им помолился за нее они говорят вот они Петру показывали смотри что она для нас делала вот эти рубашки все платья когда она жила с нами поэтому ее надо воскресить обязательно кто же нам дальше будет рубашки шить и платья какой труд такая награда какой труд такая награда я думаю что мы могли бы дальше продолжать и много искать найти примеров в Божьем Слове но самое сильное это место Писания где Иисус говорит что ищите прежде всего царство а все остальное приложится я думаю что это это слово должно определять нашу жизнь или можно сказать весь принцип нашей жизни что прежде всего надо искать царство то есть царство это праведность мир и радость через Духа Святого а все остальное прилагается потому что если мы гоняемся за мы гоняемся за зародоками мы гоняемся за второстепенными вещами мы потеряем и это зачем мы гоняемся и мы теряем мир с Богом амин матфея 6 33 мы можем открыть это место Писания она никогда не устареет навсегда актуально ищите же прежде царство Божье и правду его и это все приложится вам и так не заботитесь о завтрашнем дне ибо завтрашний сам будет заботиться о своем довольно для каждого дня своей заботы иисус учил свой народ он говорит не надо как язычники что мы будем кушать завтра что мы будем пить завтра как мы будем одеваться потому что когда мы ищем царство это прилагается это прилагается давайте не будем гоняться за за второстепенными вещами а будем искать главного будем искать главного амен аллилуйя давайте мы все станем давайте мы все станем кто-нибудь за клавишей пойдите аллилуйя аллилуйя мы сейчас будем молиться я хочу чтобы каждый из нас были бы искренны сами собой бог на этом месте и он для того чтобы отвечать на твою нужду я знаю что все наши нужды так же как и все наши проблемы они кроются в наших сердцах и я знаю что каждый из нас он во время проповеди он видел может какие-то свои недостатки и может какие-то свои нужды свои потребности и дух святой он готов служить тебе прямо сейчас просто надо чтобы ты закрыл глаза и начал молиться и очень искренно общаться с богом очень искренно говорить ему в чем ты нуждаешься не важно какая проблема она никогда не будет больше бога любую проблему бог может исправить любые долги он может покрыть главный вопрос чтобы туда опять не угождать в эту яму амин и поэтому надо чтобы ты в божьем свете увидел всю сущную ситуацию если ты склонен постоянно попадать в долги дух святой хочет показать в чем проблема какие неправильные мысли тебя вводят в эти долги потому что слово говорит что человеку путь кажется что он правильный но в конечном итоге этот путь приводит к погибели и господь не хочет чтобы ты погибал он пришел для того чтобы тебя спасти во-первых спасти от ада во-первых простить твои грехи во-первых исцелить твое сердце но так же спасти от последующих последствий мы всю оставшуюся жизнь можем сражаться с последствиями то есть погашать долги но мы однажды можем как-то сесть и решить вот эти причины из-за чего появляются вот эти долги и недостатки и я знаю что Дух Святой Он поможет тебе Он раскроет тебе правду Он покажет тебе истину ты познаешь истину истинно тебе сделать свободным и когда ты будешь свободный когда ты познаешь истину даже если ты сегодня в долгах но ты уже тебе истина открылась ты уже получил свободу это уже не проблема эти долги но если ты все-таки еще остаешься в этом состоянии и в этом мышлении который тебя заблуждает и вводит все глубже и глубже в проблемы тогда ты на самом деле в проблеме но давайте будем молиться давайте закроем глаза и будем молиться Аллилуйя Дух Святой говори каждому говори в каждое сердце истину мы не хотим Господь остаток своей жизни провести в суете за погоню за деньгами мы хотим Господь делать свое дело спить и наслаждаться делами пыткам я хочу обратиться к тем людям которых на самом деле подавляют долги ты просто не можешь спокойно спать да ты попал в эту яму да ты совершил ошибки но Господь прощает тебя он хочет помочь тебе вылезти я хочу чтобы те люди которые нуждаются в молитве пришли сюда вперед и церковь и церковь будет молиться чтобы ты укрепился в Господе тебе не надо вешаться тебе не надо вешаться и тебе не надо с ума сходить потому что Господь может тебе помочь я знаю что есть люди которые страдают они мучаются они не знают как дальше будет Дух Святой пожалуйста служи этим людям Одну минутку послушайте меня те которые вперед вышли послушайте когда был студентом это был я только уверовал это был девяносто второй год до покаяния я занимался неким бизнесом я был успешен у меня были деньги дело в том что я тогда деньги ты растрачивал налево направо жил грешную жизнь это потом покаялся я уже поступил в музыкальную академию и мои родители сказали тебе не надо заботиться и суетиться с этими бизнесами передай нам потому что я не тем же делом занимаюсь мы вязали шарфы которые везли в Россию там сбывали в Украину и ты только занимайся учебой и мы тобой позаботимся и я потом уверовал когда я уверовал у нас взаимоотношения с родителями стали очень проблематичными и из этого значит отец перестал значит снабжать как до того и остался на одной стипендии и вместо того чтобы перетерпеть как-то этот перет я просто подался соблазну думаю давай чего я тогда делал дело но вязал вот это и сейчас вот возьмусь это и сделаем и шарфы уже не продавались начали там вязать какую-то детскую одежду и я вот тогда одолжил по мне тысячи долларов и то я не просто сам одолжение я искал может с каким-то братом у кого есть деньги и делать общее дело и я поверил ему на слово говорит ну ты вот сейчас одолжи потом у меня будут деньги и так далее иными словами я Павлу Памалу влез в большие долги ну конечно на сегодняшнее время это небольшие долги пять с половиной тысяч долларов это ну как это сейчас небольшие но тогда были сумасшедшие были деньги просто ужасные деньги и просто ну как я я был молодой христианин только год уверовавшись что самое лучшее мог сделать я просто как этот страус голову в песок сунул и все как будто по правилам не существует я так в таком состоянии такой вот я где-то месяц ездил на служение везде я просто уже в банк не звонил потому что это было бесполезно уже я уже не смог выплачивать эти проценты и однажды ехал троллейбусом и Дух Святой проговорил ко мне он говорит позвони в банк и узнай сколько ты должен я тебе выведу из этих долгов я вернулся домой это было страшно это было страшно потому что вокруг творилось такие вещи муж моей двойной сестры он из-за долгов повесился может похоже долги были я позвонил мне сказали сумму и когда я это узнал услышал я просто я просто пошел до комнаты только дошел и упал и уснул сразу когда я проснулся я пошел молиться я помню я не мог молиться я был подавлен так будто три тона на меня кто-то наложил это было ужасное состояние я молился и совсем недолго не знаю сколько я молился вдруг я увидел такое как видение я никогда раньше не видел такое видение это не было физическое видение это увидел глазами своего сердца как будто бушующее озеро и в этом озере Иисус с учениками и Дух Святой меня спрашивает говорит вот если Иисус не проснулся бы и не успокоил бы это море он утонул бы или нет этот вопрос был настолько сложный что я даже проснулся что я даже перестал молиться я говорю я начал размышлять умом конечно человеческим умом конечно он должен утонуть потому что лодка тонет человек не может дышать и он утонул по логике всей но сердце думает ну как это так может Мессия пришел на землю спасти весь мир и утонул на лодке ай-яй-яй отец качает головой ну сынок ну как ты так и родился все и Ирод не смог убить и получил помазание значит и отпост пропустился 40 дней значит и эти животные тебе не погубили в пустыне и оттуда вдруг утонул не дошел до цели я говорю конечно нет Господь ты говорит а в твоей лодке Иисус есть помните Петра письмо лодка веры говорю да значит ты не утонешь и когда Дух Святой это сказал я получил такой как это называется колонна которая держит внутреннее стержень такой что я понял все я свободен я свободен от депрессии я свободен от лжи всякой просто дальше надо доверяться Богу и не паниковать значит паника никого не спасла я не знаю сколько какие у вас долги как как они вас стесняют конечно это не произошло через год но незадолго Бог вывел меня из долгов и погасил их амин и Господь Он будет продолжать нас спасать пока мы на земле Он будет протягивать руку спасения амин поэтому вы которые вышли вперед знайте что спасение в Господе вы должны доверять может вы даже сегодня не видите этого выхода и вам не надо видеть этого выхода просто доверяйте Господу и ждите прежде его царства по любому или ты в долгах или не в долгах все равно тебе надо во первых искать царство царство а все остальное приложится амин давайте мы простудим руки к этим людям и мы помолимся чтобы во первых Бог освободил от всякого смертельного страха чтобы Бог освободил всякой лжи чтобы Бог освободил от всякой суеты я разрушаю всякий страх во имя Иисуса Христа я связываю всякую депрессию во имя Иисуса Христа оставайтесь на своих местах еще оставайтесь на своих местах Я разрушаю всю твою ложь, дьявол, я тебе запрещаю врать этим людям, что они не выйдут из долгов, они выйдут из долгов, они выйдут из долгов во имя Иисуса Христа. Я разрушаю всякое проклятие долгов, так когда ты здесь не смеешь, это минимум я скажу-ка, это fixed ничем желе, то зачем ты будешь? Разруш Indians, А вт potato бренвай joy Всякая прогрессия долгов да будет разрушена во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Господь, мы благодарим за свободу. Ты даешь свободу. Ты, Господь, даешь свободу. Ты не оставишь ни одного из нас в беде. Ты простираешь руку спасения, Господь. Аллилуйя! Ты выведешь наших долгов. Ты покроешь наши долги. Как Ты оплатил, Господь, наши долги перед Богом. И, Господь, даешь свободу. И, Господь, даешь свободу. И, Господь, даешь свободу. Ты сказал, Иисус, только вери. Только вери. И увидишь славу Божью. Только вери. И увидишь спасение. Твоя спасающая благодать. Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте все повторите за мной. Аллилуйя! Господь, мы благодарим Тебе за благословенную жизнь. Ты пришел, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. Помоги, Господь, выйти из всякой проблемы. Выйти из всяких долгов. И больше туда не попадать. Дай мудрость, Господь. Дай понимание, Господь. Вразумляй нас. Учи нас жить. Чтобы мы жили в наслаждении. Чтобы мы жили благословенную жизнь. Которая приходит через веру в Иисуса Христа. Аминь! Аллилуйя! Давайте возгодим Богу большую-большую славу! Аллилуйя! Аллилуйя! Один способ, как помогает нас привести в порядок нашу финансовую жизнь. Это когда мы приносим свои десятины пожертвования в Божий дом. Можем присесть на минутку. Когда мы приносим свои десятины пожертвования в Божий дом. Проглядь каждый человек, который надеется на человека. И кто полагается только на свою мышцу. И полагается только на свои понимания. Вот если я заработаю. Ты все заработал своими руками. Это своей кровью заработала. Но и свои руки, свою кровь. И свое тело, свои способности, таланты. Ты все получил от Господа. Бог тебе дал. Я знаю, что когда мы читаем Малахи 3.10. Когда Слово Божие говорит, принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Слово, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка. Я для вас запрещу пожирающих и слеплять у вас плоды земные и верноградные лоза на поле у вас не лишиться плодов своих, говорит Господь Слово. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Слово. Когда идет речь о пожирающих, это, конечно, тогда говорилось о физических пожирающих, и там шла речь о физических плодах. Но знаете ли вы, что все, что в Старом Завете, это прообраз Нового Завета. То, что было в физическом мире, сейчас это происходит в духовном мире. И эти пожирающие, именно это духовные существа. Когда Иисус говорит притчу о сети, которые сеют семя, кто эти птицы небесные, которые клюют эти семена? Это бесы, это черти, они крадут Слово Божие. Они крадут эти семена. И также эти пожирающие, они крадут наши идеи, правильные решения. Амин. Страх иногда приходит и вырывает у нас правильные решения. Человек решил посеять. Человек решил пожертвовать Господу. Страх приходит и это желание вырывает, абортирует у тебя. И ты стоишься бесплодным. Ты стоишься бесплодным. Кто это сделает? Это делает враг. Это делают бесы. Потому что они хотят, чтобы ты жил бесплодную жизнь. Но Божье Слово – это истина. И Божье Слово говорит, Иисус говорит, если кто ради меня или Евангелия что-то ставит, или что-то пожертвует, он даже при этой жизни во сто крат получит. Сто кратное воздаяние. Знаете, я не хочу хвастаться, но я просто… У меня свидетельства есть личные. Когда первый раз ко мне приехал Дима Макаренко. Это было в 2005 году. Да, это три с половиной года почти назад. И у нас было выголизовано служение перед Рождеством. Тогда показалось немного людей, но все равно были затраты. У нас был приезд Дмитрия, приезд других гостей. С ним еще был неволен пастор из Украины. И их расселение. Это все равно стоило денег. И вот последнее собрание мы собирали пожертвование. Я помню, Дмитрий Макаренко говорил. Говорит, знаете, есть еще одна истина насчет пожертвования. Что мы сеем, то мы пожинаем, правда? Если мы садим картошку, ну там и будет картошка, да? А не редиска. Аминь. Если мы сеем семя яблони, там и вырастет яблоня, а не пальма. То есть, что мы сеем? И поэтому, говорит, если вы сеете десятками, вы будете пожинать десятками. Если все эти сотнями, будете пожинать сотнями. Если все эти тысячами, будете пожинать тысячами. И знаете, я стоял, помню, на первом ряду, как пастыр. Ну, я думаю, ну я так уже много сделал и вообще пожертвовал. Да и вообще денег нету. Но мне так зацепило это слово. Понимаете? Мне так зацепило это слово. И я понял. Знаете, когда ты бывает вот, когда ты открыт перед Господом. Просто понимаешь, ты ловишь, как надо было говорить, это откровение. Просто в воздухе ловишь. Я понимаю, что это время, которое можно использовать. Вот сейчас. Вы знаете, что сеять не всегда угодно время. Есть время для сеяния и есть время для жатвы. Правильно? И вот этот момент, я понял, вот сейчас момент пожертвовать. У меня нету. Я быстренько написал обещание. Никто мне не говорил. Да я сам пастор. Я полное моральное право имел. Ничего не делать. Стоять все. Пускай другие жертвуют. Ты чего? Я и так все организую. Я так все несу ответственно за все. Да я и так неплохо жил на предыдущих служениях. Но в этот момент, это момент истины. Вот сейчас. Понимаете, как очень важно сотрудничать с Духом Святым. Близкие имеют отношения. Чтобы не пропустить этого момента. И знаете, конечно, я там не написал десять лет. Сеять десятками, будете пожинать десятками. И даже не сотками. Я написал максимум. Тысячу. Я написал. И пожертвовал. И потом, конечно, было трудно. Потому что на то время тысячи лет для меня это были большие деньги. Я все-таки сумел это принести всеми. И незадолго, через пару месяцев, я ходил на дополнительную уроку к своему профессору. Вдруг звонок из эстонской национальной оперы. И говорят, слушайте, у вас есть какой-то тенор, вот для такой роли, который подошел. Он говорит, единственный только. Вот Вишняускас, вот только он может вам эту роль хорошо исполнить. Говорит, хорошо, присылайте. Мы его прослушаем. И вот перед отъездом я молился. Я молился в своей комнате. И Божье помазание пришло. И я Бог говорю, я не хочу больше просто прослушиваться. Я уже столько прослушивался, что мне достало бесплодные эти аудишн. Я хочу, не просто прослушиваться, я хочу поехать там и получить контракт. И я помню, я сделал хлебопреломление. Я Господу обещал, первый гонорар я тебе дам. Весь. Не просто, весь гонорар. И я поехал, я спел прослушиваться. Они меня взяли. Я не знал, о каких гонорарах идет речь. Не знал. Но знаете сколько, угадайте сколько они мне предложили за спектакль. Как вам кажется? Да. Именно. Они сказали, вам тысячи хватит. Но это были не лита, а евро. За одно выступление. Послушайте. Это значит, это тысячи. Они плюс оплативают тебе полет с самолетом туда и обратно. И тебе гостиница. Они встречают в аэропорту. Здравствуйте, господин Лишняускас. Они везут тебя в театр. В гостинице ты живешь. И потом тебе отсчитай налоги. Уже чистых тысячи тебя переводят на карточку. И самое главное, это не одно тысяча было. Это было тысяча и тысяча и тысяча и тысяча. И потом с другим театром. Тысяча и тысяча. Какой-то гонорар. Тысяча, тысяча, тысяча. Даже когда кризис начался в начале прошлого сезона, это все равно столовалось тысяча. Это работает, если мы верим. А без веры Богу годить нельзя. Поэтому если у тебя есть вера, ты сегодня можешь испытать Господа. По слову Его. Ты сегодня можешь испытать Его. Потому что это единственное место, где Он предлагает тебя испытать. Ты скажешь, да сколько я раз уже это делал. Ну, ему надо Бог каждый раз же приезжать и собирать в ванне. И каждый раз, я говорю, много раз. Подождите. Но Соломон говорит, сей семя и утром, и вечером, днем. Потому что не знаешь, какое семя, когда принесет урожай. Я тогда его тоже жертвовал. И после этого жертвовал. Но я знаю, что именно это семя было ключевое. Когда мне за один год другой театр. Потом я имел контракт с Тарту оперным театром. Ванной Муне. Они дали мне расчет за год, сколько я заработал. Там было ни мало, ни меньше, где-то полмиллиона кронов. Не знаю, сколько это на латышские деньги. Сколько это? Это сколько это? Да? Но это большие, достаточно хорошие деньги. Как мы синим, так мы пожинаем. Когда мы приносим свои десятины пожитания в Божий дом, Бог запрещает пожирающих. И они не сжирают наши идеи. Они не сжирают наши мечты. Пожирающие не сжирают наши желания. Благие желания, которыми Господь наполняет наши сердца. Поэтому давайте мы возьмем в одну руку свои десятины, в другую руку свои пожитания, и мы будем жертвовать. Пожалуйста, Ашеры. Мы будем жертвовать с радостью. Вы знаете, что тот, кто с радостью нравится Господу? Улыбни своему соседу. Сейчас. Сейчас другому. Еще раз может повторить, если не получилось. Или соседу, если не получилось. Скажите, ну-ка, ну-ка, повтори. Знайте. О! Знайте. Я однажды получил откровение. Кто такой сеющий с радостью? Знаете, кто такой? Это не тот, кто съемит очень мало и радуется. Ну, вот. Много осталось. О! Классно. Я пожертвовал там десять сантимов или двадцать, да? Не. Тот, кто съедет с радостью, это говорит о человеке, который имеет откровение. Понимаете? Он имеет откровение, но знает, что он делает. Поэтому, что этот сеятель, который засевает поля, он бросает зерна в землю. Он это как будто теряет, да? Но он с радостью возвращается. Засеял все поля. Потому что он понимает, что делать. А глупо он не понимает. Ты что, все разбросал на землю? Ты что, все разжертвовал? Братья и сестры, знаете, Бога мы никогда не сделаем должником. Бога мы никогда не сделаем своим должником. Господь никогда не станет нашим должником. Аминь. Я хотел спеть одну песню, одно произведение. Я знаю, что когда мы говорим о труде, когда мы говорим о жертве, когда мы говорим о великих вещах, это... Это связано с той жертвой, тем трудом, который Иисус сделал здесь на земле. И именно из-за Него мы сегодня здесь. Нам сегодня прощены грехи. И мы сегодня счастливые, благословенные люди. Субтитры сделал DimaTorzok